решила сделать краткий туториал как создать свое маркин меню и повесить находки маркин меню это когда вы зажимаете пробел от это вот панель очка открывается да вот можно и настраивать самостоятельно чтобы она была конкретно ваша вот можно вешать как скрипты так и различные команды я очень часто использую включить цикл и включить исцелает мнение очень удобно переключаться там на графа идитор до или еще что-то вот поэтому я возьму команду графа идитора и просто повешаю я скажу вот кервис оторву пока и скажу при инфинити цикл постинфинити цикл интересует вот эта вот команда но тут ошибки потому что она не применяется в данном случае не применяет ни к чему а мне нужно выделить сначала какой-то объект я там вот из кубик до какой-то важно добавим какие-то кривые так очистим еще раз при инфинити цикл постинфинити цикл видите он не привязывается к имени он именно делает вот команду хорошо сохраним ее на шелф это обязательное условие вот чтобы повесить на марка меню нужно обязательно повесить сначала нашел пока можете выбрать любую да давайте скажем что это mail цикл а вот окей сделаем такую же на силой а тут и неправильно да написал я тут сказал что это пайтон парагульном так он спрашивает на каком языке я говорю mail а тут и неправильно да написал я тут сказал что это пайтон парагульном так цикл цикл сейф шелл это мы все что здесь пишется на на ну стандартные мать камеры да окей из этих я ничего такого не использую вешать не буду так остальное принципе что мне нужно да она находится вот здесь namespace editor да там станет камеры и так далее всякие настройки это это можно отдельно вешать так констрейны да я бы тоже себе еще констрейны повесил поэтому я так чтобы было удобно для того чтобы повесить отсюда себе на полку принципе наверное можно было так из графа сделать но прикол в том что например если я делаю так сара фенитра а он не вешает только например цели я могу там сказать цикл вот карлос при инфинити до цикла и он вешает и по команду после инфинити цикла а я хочу чтобы он делал и при и пост одновременно нажатием одной кнопки отсюда я могу взять констрейны которые мне нужны да поэтому я можно взять основные поэтому я возьму и нажму control shift и левую кнопку мышки потыкаю сюда сюда что повесить вот а скилами использую давай а поле вектор будет окей теперь что мы а у меня есть еще исполняемые какие-то команды да там например видели тренд да и вот кнопку нажал он тебя ограничил range и так далее но это отдельно их тоже можно вешать окей windows интересует с этих preferences и нас интересует маркинг меню эдитар нам нужно создать новое маркинг меню но так папам создать новое и мы его как-то назовем давай май а когда я могу потести сюда да тут открылись такие окошки я могу сюда закинуть из полки все команды и скрипты и положение их как я хочу чтобы они вот отображались вот поэтому поэтому я начну пожалуй с цикл и сайт я беру колеса камышки нажимаем на него на средне камышки колес и перетаскивать сюда и возьму то же самое с циклом только мне надо поменять их местами вот так вот сюда цикл сюда сайт ну это для меня вот а здесь я могу написано клик хируту тест надо нажать ли вы кнопку мышки и он будет показывать что как он будет отображаться принципе сюда даже иконки можно загрузить свои хорошо и я хотел бы мне неудобно постоянно там переключаться на констрейны да поэтому я могу создать какую-то менюшку до констрейнами и чтобы она вот здесь не выпадала все констрейны давайте вот так вот начнем с парента и я могу один в один вложить да то есть я могу сейчас удалю я могу вот здесь нажать краю кнопку правую кнопку мышки здесь есть эдит меню этим да то есть редактировать и покупать обменю то есть создать подменю сюда да окей и сюда могу повесить все констрейны которые там хочу давай вот так вот сделаем может парент вот сюда переместим окей закрываем это окошко проверяем у нас есть вот менюшка да есть сам меню я отсюда опускаюсь и здесь меня уже есть мои констрейны которые я хочу повесить я могу у тут чтобы не было саб меню да у меня есть эдит меню этим я могу написать там конст рент сэмин класс цикл исцелает констрейн я могу прямо отсюда повесить констрейн который мне нужен я вот сюда не вешал на верхнюю почему когда опускаетесь в этот самый вниз да если здесь будет вам возвращаться назад не удобно будет а так вы навели на кружочек и вернулись так у вас всегда под рукой вот окей а что можем делать дальше у меня есть скрипты которые я хотел повесить да это это вот этот вот скрипты часто использую а я могу поставлять вот так вот да а могу типа поделать сабмини для скриптов есть скрипты которые там дублируются например но есть скрипты которые я часто использую есть например множество различных оверлаперов да вот например я то что я использую это колпакова оверлапер они верла он по транслайтами в основном использую невероятно крутая штука если мы этим пользоваться так есть еще вот этот quick spring но мне он не очень нравится очень редко его использую потому что он запекает и множить свои значения друг на друга попробовать стоит он по моему бесплатный но так что постоянно пользоваться не нравится вот этот вот физика симуляция физики рыбаря а вот такие вещи можно объединять очень хорошие очень хорошие так сейчас можем сказать тут он запекает там на отдельный слой начал из блин добавлять типа такие остаточные вот движения симуляции физики рыбаря а вот такие вещи можно объединять также там есть различные но язык которые работать по разным немножко можно объединять тогда для того чтобы добавить скрипты нам тоже точно также нужно это ценность либо по создавать под сам меню до либо вот сюда вот перекинуть а я создам меню и закинем сюда оверлаперы большая картинка не очень да там разрешению картинки большое надо проверить как она будет отображаться так можно вот это вот сюда вот это закроем проверим мы потом напишем видите иконки тут нормальные отображать хотя в редактировании саб меню очень большой а окей я подобавляю тут настрою и подобавляю вещи которые мне нужны а потом покажу как повесить хотки на это чтобы она запускалась бывают еще ситуации когда мы хотим арк на меню сделать вот так вот списком вниз для этого нам надо вот сюда вот заходим на последний вот нажимаем право кнопку мышки здесь есть такая insert separator это разделение мы вставляем до сепаратора может быть несколько и если я возьму опустили вот сюда вниз например вот эти две иконки нажму левую кнопку мышки он делает вот таким вот списочком да но я могу и все вставлять различного рода сепаратора сейчас делит делит вот я могу снизу еще сепаратора ставить и когда я навожу между на какой-то сепаратором он между ними ты поставил так он делает такое небольшое разделение полосочкой до чисто удобства для но мне вот так вот списком не очень удобно потому что марки меню дает плюс том что вам не нужно ждать когда выполнится та или иная команда а здесь вам надо попасть поэтому я не использую сепаратора так ладно говорим пополам я как-то настроил марки меню среди пополам потому что она скорее всего будет как-то настраиваться представляться и что-то добавляться убавляться так далее это все поймется с практикой подпишем подписывает это конечно если вам надо будет экспорт ну что вы знали как она называется и не искали короче сейф вот он добавился сохранился это я вот эти два случайно сохранял данных можно просто по удалять а так вот этот удалить так создать байкап то не надо и вот это тоже это стандартный но смотрите у нас есть вот марки меню она называется но как его вызвать это чтобы вызвать у нас есть несколько вариантов и я вот тут могу ход бокс нажать да и сказать короче что он будет вызвать и снизу например да и давать давайте вот сверху и я нажимаю пробел тут сверху нажимаю ли он там должен сохранится вот сейчас сейф пробел где-то вот здесь тоже накидывается в каком-то из этих областей типа мне сюда неудобно я все всегда вешаю на вот не ход бокс а да я почему не появилась вот а сверху я не указала типа что нажать да я скажу например ход бокс сверху и если я нажимаю давайте вот левую кнопку мышки применить вот она применилась теперь нажимаю пробел вот сверху левая кнопка мышки и добавилась моя маркин меню которые я могу вызвать не сюда неудобно потому что он раскрывает большую марки меню поэтому я вот это уберу и скажу ход кей сохрани вот она ходки никакой не сидит теперь закрою скажу windows settings preferences вот кей вот а вот здесь сверху до выбираем типа есть идиторы кастомные скрипты до на которые мы там вешаем что-то а вот и прочее а здесь сверху мы можем выбрать присед до какой у нас есть присед для энджи скин тула кто пользуется знает там от него он заменяет ход кей команды да вот нас интересует сейчас по моему меню и там и мы ищем так сейчас секунду так мы заходим в ваши видит имс вот и здесь есть маркин меню на если мы его раскроем мы увидим что здесь нету нашей менюшки которую мы создали вот поэтому какой-то полигон марки меню это неправильно стоит вот хорошо для того чтобы нам найти нашу маркин менюшку мы опускаемся вниз здесь есть юзером mask маркин меню вот разворачиваем и вот те которые я создал да тут есть типа на нажатии и на отжатие да ну альт-кью альт-кью до сейф а если я нажимаю альт-кью ничего не происходит потому что мне нужно наш мне нужно нажать или левую кнопку мышки да то есть а да кстати вот здесь когда вы ставите один спрашивает там и руками поставил но он скинул типа снизу тут на нажатии на отжатие вот нужно один ставите он там спрашивает эту слева типа вы уверены типа и на отжатие поставить нажимаете да потом сохранять теперь нажимаете вот альт-кью ничего не происходит но когда вы нажимаете еще левую кнопку мышки в любом месте до вызывается ваша менюшка и вот вы можете там бейк запекли до или там я не знаю экспорт вот репарент нужно какой-то можно делать анимации там если я часто использую силой да то есть давайте так вот силает он возвращает задом наперёд вот нужно взять силой и воспроизводит назад а цикл будет повторять да то есть я не жду пока она откроется вот даже останавливаться не надо все у меня все устраивает запек ведь остановил анимация на запеклась